Павловск Если пройтись по парку Павловска, то можно заметить, что дворцово-парковый ансамбль явно строился на руинах какого-то древнего города или некой старинной богатой усадьбы Средневековья. К тому же эти доказательства лежат прямо перед ногами, стоит только внимательно к ним присмотреться. Чтобы вас не утомлять, рассказывать историю возникновения Павловска сегодня я не буду. Перейду сразу к фактам. Поехали. Павловский парк. Руина у Елизаветиного павильона. За долиной реки Славянки находится Красная долина, один из самых удаленных районов Павловского парка. Здесь, вблизи Елизаветина павильона, и находятся загадочные руины. Руина – это две полуразрушенные арки. Из-под одной арки каменная лестница вела на площадку склона, на котором в беспорядке были разбросаны подлинные фрагменты античных статуй и архитектурные детали. По официальной истории эти руины – подделка, сооружение под античность начала XIX века. Руины якобы были специально созданы знаменитым архитектором Чарльзом Камероном в 1804 году на радость царским особам и их гостям. Хотя его авторство так и не было доказано. Так это подделка XIX века или реально древней развалины какого-то здания? Давайте разбираться вместе. В журнале «Присутствие Павловского городского управления от 27 января 1805 года» имеется запись, согласно которой некому подрядчику полагались выплаты за 1804 год в размере 200 рублей за работы над руинами в Красной долине Павловского парка. Историки дружно посчитали, что это прямое доказательство того, что руины действительно были построены в начале XIX века одним из архитекторов того времени, коль некому подрядчику за работу с руинами заплатили аж 200 рублей. Кстати, приличные деньги для начала XIX века. Но когда в 1874 году впервые производились реставрационные работы этих руин в парке и поднималась документация, выяснилось, что это уже не первая реставрация, Оказалось, что в начале XIX века, точнее в 1804 году, уже производились глобальные ремонтные работы с этими руинами. В отчете было написано, что в начале века уже была полностью переложена задняя и боковые стены, заменены некоторые блоки, а также заделаны крупные трещины, чтобы конструкция руин не упала или не развалилась на части. Но руины с годами опять начали разваливаться, и в 1874 году пришлось установить сзади дополнительную подпорную кирпичную стенку и водрузить на место все выпавшие камни из конструкции, а также сделать специальную дренажную систему вокруг руин, чтобы талая или дождевая вода со склона не размывала фундаменты стены. Если это так, то получалось, что официальное строительство руин и их глобальная реставрация и ремонт были совершены в одно и то же время, в 1804 году. Но не странно ли? Тут любому понятно, что руины откопали, подлатали, укрепили, чтобы на них можно было забираться, или чтобы какой-нибудь камень случайно не упал на голову отдыхающих под ними во время увеселительных прогулок царских особ. И все. В начале 20 века статуи, колонны, обломки старинных архитектурных деталей, разбросанные у подножия руины, еще сохранялись. И это, что интересно, не был там какой-то новодел 19 века, это были действительно древние изделия. Это не скрывает и сами официальные историки. Другой разговор. Как они там оказались? Их специально привезли из Рима? Или они всегда там находились с глубокой древности? Это отдельная тема для разговора. Так вот, две реально древние статуи Афродита в садах и Гигеея со змеей на правом плече, найденные в 20-х годах прошлого столетия в земле под руиной, переданы в Государственный Эрмитаж и украшают сегодня залы отдела античного мира. Еще две античных скульптуры, лежащая Нимфа и Фаустина, старшая в виде Венеры, хранятся в фондах Павловского музея. Отдельные фрагменты других загадочных старинных статуй, которые также нашли глубоко под землей в окрестности руин, были собраны и взяты в музей на хранение. То, что статуи явно древние, пусть и не античные, а хотя бы средневековые, тут вопросов нет. Мне непонятно другое. Если это искусственные руины новодел под античность, как утверждает официальная история, то зачем раскидывать вокруг руин подлинные бесценные шедевры? Можно было бы спокойно наваять десяток подделок, разбить их и раскидать по округе на радость публике. Публике все равно, что валяется на земле. Главное было бы красиво и весело. Не секрет, что в парках всех дворцовых ансамблей выставлялись лишь копии древних римских или греческих статуй, или просто подделки 18-19 веков местных скульпторов. Настоящие же шедевры всегда хранились в закрытых залах дворцов. Так нет, по официальной версии, статуи специально якобы привезли из Рима за огромные деньги и просто бросили на землю валяться. Глупость несусветная. Бредове объяснение я не слышал. Вы в это верите? С менее ценных скульптур во дворцах пылинки сдувают и тщательно следят за их состоянием. А дорогие экспонаты раскололи и выкинули в лесу. Может, я что-то не понимаю? Хотя все бывает. Умом Россию не понять, оршином общим не измерить. У ней особенное стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев Но это не все. Ну, допустим, привезли из-за 3-9 земель, разбили и раскидали в грязь мировые шедевры искусства по парку. Все бывает. Но все забывают, что многие экспонаты были найдены не на поверхности, заросшей травой, а глубоко под землей во время исследовательских и реставрационных работ 20-го и 21-го веков. Их что, тоже туда специально закопали в 19-м веке архитекторы того времени? Если да, то для чего? Их же все равно никто бы не увидел. Чувствуете нелепость? А теперь самое интересное. В 2017 году началась глобальная реконструкция этих руин. Реставраторы расчистили заднюю стенку, упирающуюся в склон, и обнаружили, что первоначальные руины стояли отдельно от склона на ровной открытой поверхности. При расчистке территории за руинами глубоко под землей были обнаружены многочисленные камни, туфа и обломки старинных мраморных фрагментов от непонятного здания, стоящего на этом месте. Когда производили шурф грунта, на глубине, за задней стенкой, был обнаружен фрагмент старинного фундамента, который тянулся от руин в сторону. К тому же под землей была обнаружена старинная щебеночная дорожка, которая вела в сторону Елизаветиного павильона. Оказалось, что и лесенка с обычными каменными ступенями глубоко уходит в землю. Реставраторы откопали еще три ряда мраморных ступеней. То есть первоначально лестница была мраморной, но в начале 19 века, когда якобы и построили руины, ступени сделали каменными. Это отмечено в описи реставрации 1874 года. Реставраторов удивило, что самые нижние ступени, те, что в земле, были изготовлены из отшлифованного мрамора высокого качества, а остальные, что находились на поверхности, из обычного примитивного обтесанного камня. Что же это за имитация такая, подантичность, когда самое старинное и ценное прячут под землю, чтобы никто не увидел, а грубо обтесанные камни выставляют на показ? Что-то тут не так. Да это не все. Современные реставраторы возле руин опять глубоко под землей обнаружили пять загадочных, явно очень старинных мраморных постаментов, возможных для вас или статуй. И как они там оказались? Искусственные руины делают на показ, чтобы все видели. Они закапывают в землю на приличную глубину, чтобы никто их не увидел. Так что же мы имеем? Если верить официальной истории, то руины в парке – откровенный новодел, примерно 1804 года постройки. Но если проанализировать все вышесказанное, то получается, изначально некое сооружение на этом месте все же было, и явно было большего размера, и не строилось как руина. Рабочие по проекту архитектора Чарльза Камерона за 200 рублей лишь отремонтировали древние развалины, укрепили стены кирпичной кладкой, насыпали земли сзади руин, соорудили подпорную стенку и воткнули статую Венеры в центре развалин. Возможно, даже не догадываясь, что у них прямо под ногами, под землей, лежат бесценные доказательства таинственного прошлого этих земель. Вот такая она, блин, настоящая история, которую мы, к сожалению, не знаем.